Здравствуйте! В эфире передача «День за днём» с вами в студии Алина Сазонтова. 3 октября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников специальных подразделений полиции – День ОМОНа – отряда мобильного особого назначения. Впервые он был создан 3 октября 1988 года в соответствии с приказом МВД СССР в трёх республиках бывшего СССР – в Белоруссии, Украине и Казахстане, а также в 14 регионах РСФСР. Предназначение специального подразделения полиции ОМОН заключается в выполнении в городских условиях опасных заданий, а также решении задач в обеспечении порядка и безопасности во всех горячих точках России. Ну а что нового в Десногорске, узнаете прямо сейчас основные темы выпуска. В администрации состоялось плановое еженедельное совещание. Сводка преступлений и происшествий в городе. Нарушение тишины и спокойствия граждан ночное время. В местах постоянного проживания и временное пребывание с 22 часов до 6 часов утра влечёт предупреждение, либо наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Любители пошуметь ночью выплатят штраф. Волонтёры провели субботник на месте сожжённой деревни Серебрянка. А теперь об этих и других новостях подробнее. Запуск систем отопления, уровень заболеваемости ОРВИ, культурные мероприятия в городе на текущей неделе. Эти и другие вопросы обсуждались на плановом оперативном совещании в администрации Десногорска. Подробности далее. Так же, как и на прошлой неделе, совещание провёл исполняющий обязанности главы города Александр Новиков. Председатель комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Евгений Катухов рассказал об изменениях в расписании движения автобусов в будние дни по маршруту Десногорска-Кукуевка. Утренний рейс с 5.50 перенесён на 8.40. Коммунальные службы города продолжают плановый запуск систем отопления. На данный момент подключены 53 дома. График пуска систем отопления можно найти на официальном сайте МУП ККП. Председатель комитета по образованию Татьяна Токарева рассказала о культурных мероприятиях на этой неделе в учебных заведениях. «3 октября в 15.00 состоится флешмоб «Слава созидателям». А 4 октября в 15.00 средняя шкура номер 3 состоится городское мероприятие, посвящённое Дню Учителя». Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике в лице Ольги Ковалёвой приглашает на концерт, посвящённый Дню Учителя, который состоится 5 октября в музыкальной школе. По сообщению начальника медсанчасти 135 Алексея Азаренкова, в городе наблюдается рост ОРВИ. Уровень безработицы в Десногорске незначительно вырос по сравнению с прошлой неделей и составляет 0,66%. 25 сентября в Смоленске состоялось открытие форума «Смола-2018». В этом году участниками стали порядка 100 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Среди них были представители органов студенческого самоуправления, общественных организаций, волонтёры и даже молодые предприниматели. В рамках форума проходили различные семинары, тренинги, деловые игры и встречи с экспертами. Участники форума обсуждали острые социальные вопросы, делились мнениями о перспективах и путях повышения эффективности молодёжной политики в Смоленске. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет подполковник внутренней службы Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 75 сообщений о происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлении. Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 85 административных правонарушений, в том числе 70 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к ответственности привлечены 5 человек. До ноября 2018 года центр Смоленска должен быть очищен от самовольно установленных рекламных конструкций. Об этом на совещании заявил глава города Владимир Саваренко. В областном центре регулярно проходят рейды, по результатам которых и определяются места незаконно размещенных баннеров и рекламных растяжек. По сообщению Пресс-службы администрации Смоленска, работы по демонтажу конструкций будут усилены, чтобы решить проблему в срок. 2 октября состоялось заседание административной комиссии. Любителям громко послушать музыку в ночное время было вынесено предупреждение. Остальным придется выплатить штраф. Подробности далее. В этот день комиссия рассмотрела шесть протоколов. Они были составлены по статье 27 областного закона об административной ответственности. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время в местах постоянного проживания с 22 до 6 часов утра влечет предупреждение либо наложение штрафа на физических лиц в размере от 1 до 3 тысяч рублей. В процессе заседания административной комиссии по пяти протоколам с возмутителями спокойствия побеседовали и вынесли предупреждение. По одному протоколу неоднократный нарушитель получил штраф в размере 3 тысяч рублей. Председатель административной комиссии Антон Шестеряков рассказал о том, как проходит процедура составления протокола о правонарушении и рассмотрении его на комиссии. Если имеются случаи нарушения тишины и спокойствия в ночное время с 22 до 6 часов утра, необходимо обращаться в дежурную часть полиции. Должен приехать наряд, они должны взять объяснение с нарушителя, с соседей. Далее этот материал поступает в административную комиссию и в установленном порядке рассматривается. Взаимоуважение – это способность признать за другим право иметь мнение, отличное от собственного, и уважать его. От того, насколько взаимновежливы десногорцы будут друг с другом, зависит общее спокойствие в городе. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна-ТВ. Лесопожарная служба региона подвела итоги пожароопасного сезона. За это время на Смоленщине произошло 13 лесных пожаров на общей площади более 9 гектаров. С целью снижения количества и тяжести последствий от возгораний инспекторы проводят профилактическую работу с населением. Это и работа с подрастающим поколением, где в школах и дошкольных образовательных учреждениях пожарные спасатели проводят уроки безопасности. И проведение подворовых обходов в частном жилом секторе. И организация сходов граждан, на которых рассматриваются вопросы соблюдения требований пожарной безопасности в местах общего пользования многоквартирных жилых домов. В профилактической работе принимают участие пожарные, добровольцы, работники администрации и социальные работники. С 1 по 31 октября в России будет проходить пробная перепись населения. Она охватит порядка 550 тысяч человек. Специалисты Росстата планируют отработать нововведения, которые собираются использовать через два года. Впервые информацию о гражданах будут собирать с помощью интернета. 2018 год объявлен годом волонтера и добровольца в России. В основе этого движения лежат альтруизм, бескорыстие, благородство и отзывчивость. Волонтеры нашего города обладают всеми этими качествами. Они ежегодно выражают почтение погибшим в годы Великой Отечественной войны. 1 октября представители студенческого актива ОСА и молодежной редакции «Поколение» объединились с целью продемонстрировать уважение к истории своей страны. Они организовали субботник там, где 76 лет назад от рук немецких палачей трагически погибли мирные жители за помощь партизанам. 5 марта 1942 года все население маленькой деревушки сгорело в мучительных страданиях в запертом сарае. О той трагедии напоминает памятный знак – большой валун с мемориальной доской, на которой высечены имена 19 человек, сожженных в годы оккупации. Мы следим за чистотой в городе и за разными историческими датами. Мы их помним и делаем так, чтобы никто не забыл. Нужно помнить о том, какой был совершен подвиг, если говорить именно о Великой Отечественной войне. Мы, как волонтеры города, волонтеры победы, приезжаем, убираемся, поддерживаем памятное место в чистоте, потому что память, она должна жить, быть с нами. Волонтеры проводят уборку на памятном знаке два раза в год. В начале марта, в день трагедии и по осени, в преддверии Дня освобождения Смоленщины. Традиционно, после субботника, ребята зачитали стихи и изложили цветы к мемориалу. Память о тех страшных событиях не должна угасать. Элина Нурматова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. И коротко о погоде. 4 октября будет дождь, днем плюс 7, ночью плюс 4. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desnadefistv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!